Бекмамбетов, известный по кинопроектам, начинал свой путь именно в театре. С 14 лет работал в Народном театре, делал декорации. Позже в Ташкенте учился на театрального художника и сотрудничал с труппой Ильхом. Потом отношения со сцены надолго прервались, но оставалась мечта поставить спектакль. Я всю жизнь мечтал рассказать истории про Хаджуна Средину. И не мог найти способа, как. Потому что Хаджа персонаж очень метафизический. Он как бы человек, но он на самом деле не совсем человек. Это некая сущность, он странный, он джокер. Это про творчество. То есть человек, который сам является результатом деятельности творца и продолжает ежесекундно творить и создавать свои собственные миры. Это то, что мне интересно в жизни. Создавать миры, творить, переворачивать смыслы. Озвучивают персонажей знаменитые артисты. Константин Хабенский, Челпан Хаматова, Евгений Миронов. Получается, нужно долго поднимать тяжести, чтобы однажды тяжесть подняла тебя. Худрук театра нации Евгений Миронов утверждает, что ни у одного другого драматического театра столицы в репертуаре нет кукольного спектакля. Для него лично это актерский дебют в кукольной постановке. Изначально задумывали спектакль с живыми актерами, но в процессе работы стало ясно, что для этого материала нужна другая форма. Мы шли вот прямо, знаете, как на ощупь. Не было такого, что это уже готовый спектакль, артисты озвучивают. Или сначала артисты озвучивают. Вначале были изготовлены две куклы буквальные. Вот Ишака и Хаджану Средина. Дальше мы стали на озвучании пробовать характеры. Попробовали, дальше ребята стали в репертуарном здании пробовать с куклами. Мы стали понимать, что это не хватает. Стали дописывать, переписывать. Он рождался очень сложно сочиненно. Актер Евгений Шевкунов, который ведет куклу, как и его персонаж, на завтрак тоже ест овес, чтобы быть с Ишаком на одной волне. У кукольников очень трудная работа. Марионетки хоть и маленькие, управлять ими физически тяжело. Он открывает ротик, вот так вот. Есть у него еще такая история, что он шевелит хвостиком. Это есть один момент такой, такой очень милый. Вот так вот он шевелит хвостом. Вот сейчас я уже держу, и у меня уже начинает плечо. То есть это постоянно вот в таком положении. Ты стоишь до антракта, полусогнутый. Но на самом деле тяжесть спектакля ты ощущаешь только после уже. То есть когда проходит спектакль, когда антракт, то есть ты тогда ощущаешь, да, где-то там болит спина. А когда ты в спектакле, когда ты работаешь, то есть тяжести никакой не чувствуешь. Ну потому что в процессе, в любимом процессе. Кто это, Хаджи? Хаджи, кто это? Для Чулпан Хаматовой это не первый опыт работы в кукольном театре. Она озвучивала паровоз в спектакле Ризо Габриадзе. Называет себя фанаткой этого мастера. И говорит, что обожает талантливые кукольные спектакли. Они просто волшебники. Они не живую материю превращают в живую. Они не живую материю превращают во что-то, что к чему ты начинаешь соучаствовать, сопереживать. Для меня это абсолютно магия. Это доказательство того, что можно минимальными какими-то способами сделать искусство настоящее. Этот кукольный спектакль – постановка для всей семьи. Детям будет интересен приключенческий сюжет, а взрослым – философский смысл. Вот мудрость от хаджи. Чтобы нарубить много дров, нужно время от времени точить топор. И размышления и шака. Какой это странный подарок – свобода. Вроде бы тебе что-то дали, а при этом у тебя ничего нет. Яна Музыка, Владимир Степанов, Сергей Харламов, Ксения Гершанок. Новости культуры.